Город Навашино с каждым днём становится комфортнее, говорят местные жители. Но проблема с некачественной водой остается нерешенной на протяжении нескольких десятков лет. Людмила Хренова рассказывает, отмывать сантехнику от ржавчины приходится практически ежедневно. Если день два, то уже жёлтые, жёлтые. На кранах это накипь, железо. Ну всё, отсюда и посуда, всё, абсолютно всё. Вода очень жёсткая. Если ей умываться, то лицо даже свезёт. Как питьевая, она непригодна для этого. Она идёт у нас как техническая вода. В каждом дворе есть качки на селе, колодцы есть. Ну как-то выходим. У кого фильтры стоят. Согласно экспертизам, вода не соответствует гигиеническим нормативам по мутности, содержанию железа, жёсткости и сухому остатку. Ближайшая вода по ГОСТу на участке Южно-Горьковского месторождения подземных вод. А это более 5 километров от города. Строительство водовода – дело недешёвое. Местного и регионального бюджета не хватало. На помощь пришёл федеральный проект «Чистая вода». Данным проектом предусматривается строительство в две нитки водовода, протяжённость которого составит более 10 километров. Также предусмотрено строительство резервуара чистой воды, устройство станции очистки воды. Мы часто обращаемся в администрацию, спрашиваем, в какой стадии идёт. И нам всё время дают пояснение. И нас это радует. И радует то, что у нас уже в городе, во многих местах уже ведутся работы по городу. То есть это уже говорит о чём? О том, что лёд тронулся. Цена муниципального контракта превышает 400 миллионов рублей. Работа уже кипит. Здесь рабочие раскапывают траншеи и укладывают в них трубы открытым способом. На участках в черте города работают с закрытым методом, уменьшая количество ям. Раскапывается приёмный и стартовый котлован, ставится машина. То есть улица не перекапывается, перекапывается только точечно, для того, чтобы в один котлован труба занырнула, и с другого она вынырнула. В городе Навашино очень много было проблем и жалоб на водоснабжение в данном муниципальном образовании. И, соответственно, мы очень рассчитываем в течение двух лет данную проблему решить с помощью вот этой программы. Всего с 2019 по 2024 год министерство планирует совместно с министром МРФ реализовать 12 мероприятий на территории Нижегородской области. На эти цели за пять лет будет выделен 1 миллиард 900 миллионов рублей федеральных средств. Екатерина Васильева, Василий Низов. Время новостей.